Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. И нет, сегодня мы не будем учиться на укулеле. Сегодня мы немножко с вами поговорим. Расскажу свои планы на будущее. Какие ролики следующие ждать, какие изменения будут на канале. Но обо всем по порядку. Поехали! Так как в последнее время прибавилось на канале значительное число подписчиков, стоит немножечко напомнить кому-то или рассказать впервые, кто я такая. Может, просто кто-то в рекомендациях на YouTube наткнулся на мой ролик. Посмотрели, да клево подписались. А что за мадам? Что тут глаголит? Сейчас все расскажу. Меня зовут Дарья. Мне 20 лет, по-моему, про чем не скажешь. Я родилась в городе Набережной Челны. Этот город славится камазами и туалетной бумагой. Реально крутой город. Все время-то я там прожила. В этом году я закончила Набережной Челнинский педагогический колледж по специальности учительница музыки в школе и в детском саду. Да, по образованию я учительница. Наверное, благодаря этому обучению я могу какую-то сложную тему сейчас объяснить на пальцах для вас, чтобы вам было более-менее понятно. Закончила, собственно, значит, учиться. И переехал с друзьями в этом году в новый город под названием Санкт-Петербург. Да, я сейчас живу в Питере. Поэтому неудивительно, что я начала снимать это видео, когда вышло солнышко. Обычно солнышко... Оказывается, это правда. Солнца тут как бы и нет. Постоянный пасмурный дождь, снег. Вчера вот снег шел. Поэтому сейчас я обитаю, живу, просвещаюсь, развиваюсь именно в Питере. Это немножечко обо мне. Если брать канал, то канал начала вести еще с 13-го года. Ну, тогда было модно снимать летсплей. Я снимала оцеплеи, набрала 100 подписчиков. Хотя нигде не пиарила свой канал, который вот сейчас. Потом как-то забросила. И в 15-м или 16-м году чисто по фану решила. Ага, давай снимем видос. И это все затянулось уже на 4 года почти. Поэтому вот на протяжении 4-х лет с этого момента я снимаю и снимаю видосики. Снимала разное. Снимала то ли скетчи, то ли не скетчи. И как раз я вот только-только тогда на тот момент начала играть на укулеле. Думаю, блин, а почему бы не обучать других? И сейчас это переросло в полноценную, скажем так, разборы на укулеле. И сейчас на данный момент контент канала у нас разделяется на разборы на укулеле и прочая херня. Но на самом деле это не так. То есть разборы на укулеле это основная часть моей деятельности. Также у меня есть вот такие видосики а-ля влоги, но не влоги. Называются моменты жизни. В последнее время они не выходят, потому что нужно как бы их монтировать. Мне лень. У меня есть целый плейлист на канале. Это забавно действительно наблюдать. Есть моменты жизни, моя жизнь, мои друзьяшечки. И моменты жизни колледж. Как раз вот те мои клевые будни, когда я училась. Там правда действительно весело это все смотреть. Чтобы вы понимали, я училась не на той специальности, где каждую пару нужно сидеть за партой. Абсолютно не так. В общем, если вас заинтересовало, можете посмотреть эти видосики. Вот да, что касается сейчас. За короткий промежуток времени вас стало на канале действительно больше. Я к этому шла очень долго. Я даже ставила в начале 2019 года сначала преодолеть план очков 15 тысяч. Сейчас она повысилась до 25. И я так думаю, что в скором времени можно ее повысить до конца года до 30 тысяч. Для чего мне это надо? Чтобы я больше росла. Чтобы я понимала, что да, действительно это работает. Мне нужно еще больше-больше снимать, чтобы достичь какой-то цели. Поэтому мне безумно греет душа, что все мои старания, они не напрасны. Что они действительно пригождаются людям. Вы можете написать в комментариях, с какого ролика вы со мной. Почему именно подписались на мой канал. Для меня это действительно очень важно. Правда, без шуток и без сарказма. Это действительно очень искренне. Я вам сейчас это говорю. И такой момент, что у вас стало действительно очень много. Но мне больше нравится не то, что мои ролики кто-то смотрит и подписывается. А какой-то у нас произошел с вами фидбэк. Для меня это намного ценнее, чем какая-то, значит, цифра подписчиков на канале. Мне действительно очень важно, что вы начали оставлять комментарии, да, по которым мы как раз следующий разбор это и строим. Но прикол в том, что вы начали общаться друг с другом. То есть я не всегда в силу своей занятости, да, могу сказать так. Успеваю ответить своевременно на какие-то сообщения. И вы помогаете друг другу. Вы начинаете общаться. И у нас произошло, знаете, в такой с вами укулеле комьюнити происходит какой-то коннект, фидбэк, общение. И это намного ценнее, чем какая-то цифра подписчиков на канале. Поэтому, пожалуйста, не забрасывайте это, общайтесь. Мы общаемся с вами тоже в комментариях. Вы общаетесь друг с другом, вы можете найти каких-то друзей, товарищей. Поэтому вам спасибо большое за общение. Потому что я очень долго выстраивала вот это вот длиннее общения. Потому что всегда очень боязно, когда ты начинаешь общаться со своей аудиторией. Потому что ты не знаешь, чего ожидать тебе. Или, скажем так, примут, что да, круто, классно. Или скажут, какого фига. Не снимай больше, поешь ужасно, ужасно. И там топорила петуха. Очень долго я это все выстраивала, чтобы было и полезно, и весело, и забавно. И вроде бы более-менее пока у меня получается с вами вести диалог, чтобы вы понимали актуальные мои события. Потому что, как вы понимаете, что я не супер актуальна и пунктуальна в плане видосов. По жизни тогда я прихожу вовремя и все дела. Но, блин, я не пускаю актуальные видосы. Чтобы вы понимали, у меня лежат видео где-то с марта, с февраля месяца. И нужно их смонтировать. Я понимаю, что они потеряли уже такую ценность, что вот здесь и сейчас. Но они для меня важны. Но я все равно поняла для себя, какая разница мне выпускать прямо здесь и сейчас видео. Если я потом его буду пересматривать, я не буду помнить, когда я его выпустила. Поэтому видосики эти я смонтирую и выложу. Почему иногда возникают каких-то вопросов? Почему так мало бы, Дарья, подписчиков? Камон, ты снимаешь вроде бы хорошие видосики, но подписчиков мало. А обосную, почему так? Контент специфический в плане укулеле. То есть это узкая направленность моей деятельности. То есть не каждый человек у нас на земле играет на укулеле. В последнее время, да, конечно, стало очень модно и популярно играть на этом инструменте. И это мне прям душу греет. А если действительно есть такие хорошие разборы, как мои, то это супер круто, отлично. Но в основном, вы заметили, да, контент немножечко специфический. И не все смотрят такие разборы. Но помимо разборов я занимаюсь другой частью направленности, которую я уже сказала. И вот как раз к этому подходим. У меня есть небольшие такие планы на будущее. Чем сейчас я буду заниматься? Что касается сейчас планов на будущее разборов на укулеле. То есть вы заметили, да, что сейчас вышло очень много укулеле и укулеле. Но я не только укулеле занимаюсь, если что. Пока моя система работает. Вы помните, да, что я когда-то перезапустила. Раньше у меня были просто разборчики. Все, до свидания, подписывайтесь на канал. Нет, сейчас как бы полноценный разбор. Сейчас я еще прилагаю к этому разбору текстовый вариант. Разборы, чтобы вам было удобно. Вы постоянно пересматривали это видео, могли скачать документик, ага, все понятно, делать себе пометочки. То есть собирать какую-то, скажем так, книжонку-блокнотик. На самом деле уже вышло добротное видосы с перезагрузки, то есть с текстом-документом. Вы можете их собирать, если что, в блокнотик. И у вас будет целая, скажем так, брошюрка. Пока не выпустила нормальный, хороший справочник. Но об этом чуть позже когда-нибудь. Сейчас-то мы на данный момент что делаем? Мы с вами изучаем теорию. И касаемо таких вот разбора, которые вы пишете в комментариях. Поэтому как я сейчас еще планирую улучшить наше с вами обучение. Помимо теории и разборов, также мы будем изучать с вами какие-нибудь штучки, которые можно поиграть. Да, у меня есть очень много тап. Их нужно просто записать, хорошо выучить самой и записать. Чтобы вы не только знали теорию, могли спеть какие-то песни под аккомпанемент, но еще и что-то сыграть. Бывает же всякая ситуация, да, что в гостях есть у кого-то укулеле. Говорит, о, ты же умеешь играть, сыграй. И ты такой, вот чтобы в таких моментах вы блеснули своими знаниями и что-нибудь крутое сыграли. Все потом, ау, как-то этому он учился. Я смотрела, дарю кирпич. Поэтому потихонечку-потихонечку будем еще учиться и играть. На данный момент до конца года берем все-таки вот эти оставшиеся два месяца. Ноябрь и декабрь. Скоро начнется у нас тема новогодняя. Поэтому вы можете уже начать потихонечку писать, что, какие новогодние песни, о мелодии разбирать. В этом году у меня немножечко это не получилось. Но, во всяком случае, у меня есть пока время. Ведь я же еще безработная. Пишите в комментариях, какие новогодние, скажем так, сонки разобрать. Потихонечку буду готовиться, чтобы в декабре уже прям полноценные новогодние выпуски касаемо новогодних песен и мелодий были. Поэтому сейчас до конца года в плане укулеле что выйдет. Сейчас посчитаю. Два видео про теорию-то точно. Потом еще две части ответов на вопросы. Потом разбор посмотрим, как что пойдет. Пока не хочу снимать Алену Швец. Я понимаю, что вы любите. Я понимаю, что я ее тоже люблю. Но три видоса подряд Алены Швец. Это, конечно, нужно постараться. Поэтому пока ее разбирать не будем. Пока что сделаем небольшую паузу. Какие-нибудь видосы сейчас выйдут. И потом посмотрим. Может, опять что-нибудь разберем. И уже ближе к декабрю начнутся у нас новогодние песни и мелодии, да? О которых я сказала ранее. Пишите все в комментариях. Разберем, посмотрим. Что касается других направленностей. Я же снимаю моменты жизни, да? Есть еще... Начала монтировать моменты жизни колледж. Не знаю, получится или две части, или одна. Во всяком случае, моменты колледж будут. Я понимаю, что я уже закончила учиться. Но видосы будут. Кстати, пока все ясно. Есть еще моменты жизни не колледжные. С марта. С марта месяца. Я их тоже выпущу. Это надо все делать до конца года. Потому что я понимаю, время летит быстро, незаметно. Поэтому посмотрите. Ну и, конечно, сейчас я думаю не только укулеле моменты жизни нести. Но и как-то немножечко тематику экологии нести в свой канал. Я понимаю, что пока шиворот на выворот. Но я хочу выстроить такую цепочку. Чтобы вы понимали, что я не только могу обучить игре на укулеле. Да, я вроде бы хорошо объясняю. Вы сами говорите об этом. Но помимо укулеле я занимаюсь вопросом экологии. Изучение экологии. Направление ЗРВС. Кто знает и подписан на мой инстаграм. И, наверное, уже замечает, что я там делаю. Да, если кто не подписан на мой инстаграм. Подпишитесь. Раздельный сбор мусора. Что делать? Как сделать? Все более экологичным. Это интересная тематика. Поэтому эту тематику я хочу как-то нести в свой канал. Поэтому не нужно рассматривать мою деятельность, как только я умею играть на укулеле. Нет, я занимаюсь еще другими делами, другими вопросами. Как всегда все сумбурно получилось. Это вот моя любимая тематика. Ну, во всяком случае, на этом сегодня все. Спасибо большое, что вы подписаны на мой канал и смотрите мои ролики. Меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok